Вкусный и сытный пирог, который никого не оставит равнодушным. Осетинские пироги готовят с разными начинками, и все они получаются очень вкусными. Одним кусочком не обойтись, расскажу, как приготовить мясной осетинский пирог. Такая выпечка подойдет для семейного ужина, встречи гостей или для перекуса на природе. Ингредиенты доступны и практически всегда есть под рукой. Попробуйте. Молоко 50 мл. Дрожжи сухие, 0,5 столовые ложки. Сахар 0,5 чайных ложки. Кефир 100 мл. Сметана 1 столовая ложка. Яйцо 1 штука. Соль 0,5 чайных ложки. В тесто плюс по вкусу в начинку. Мука 250-300 грамм. Фарш мясной 350 грамм. Лук 1 штука. Чеснок 2 зубчика. Масло сливочное 50 грамм. Специи по вкусу для фарша. Количество порций 12-16. Подготовьте все ингредиенты. Соедините теплое молоко, сахар и дрожжи. Перемешайте и оставьте на 10 минут. В глубокой миске соедините яйцо, кефир, сметану и соль. Перемешайте. Добавьте муку и подошедшую опару. Замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Соберите его в шар, смажьте растительным маслом, накройте миску пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 1 час. Готовое тесто должно увеличиться примерно в двух раза. Для начинки соедините фарш, нарезанный мелкими кубиками лук и пропущенный через пресс чеснок. Добавьте по вкусу соль и специи. Хорошо все перемешайте. Разделите тесто на две части. Каждый кусочек разомните руками, чтобы получилась лепешка. Лепешку не нужно делать тонкой, иначе тесто порвется. В середину лепешки выложите один дробь, вторая часть мясной начинки. Начинку лучше не распределять по лепешке, а выкладывать небольшой горкой. Края лепешки соберите к центру и хорошо защипните. Начинка должна оказаться внутри лепешки. Аккуратно разомните лепешку от центра к краям. Сделайте на поверхности пирога несколько надрезов, для выхода пара, стараясь не прорезать пирог насквозь. Обычно надрезы делаются в виде какого-либо узора. Таким образом, приготовьте и второй пирог, разделив тесто и начинку поровну. Противень с пирогом поставьте на нижний уровень духовки, разогретый до 230 градусов и выпекайте около 10 минут. Затем аккуратно переместите противень на более высокий уровень, но не на самый высокий, и готовьте еще около 5-7 минут. За 3-4 минуты до готовности пирога, можно влить в отверстие в пироге 2-3 столовых ложки бульона. С готового пирога кисточкой смахните излишки муки, переложите пирог на блюдо и щедро смажьте сливочным маслом. Таким же образом приготовьте второй пирог, смажьте сливочным маслом каждый пирог и сложите их друг на друга стопкой. При подаче разрезаются сразу все сложенные вместе пироги. Приятного аппетита.